Они уже перешли на ночной образ жизни. У экипажа корабля «Союз ТМА-22» поменялись местами день и ночь. Пуск ракеты – ранним утром. И надо подготовить свои биологические часы, чтобы еще на земле перед стартом войти в правильный, полетный режим. Теперь подъем в два часа ночи. Завтрак и тренировки. Свои будущие действия в космосе оттачивают до автоматизма. Подлет, ручное причаливание, стыковка. Наверное, реальный полет им уже снится. Но вскоре сон станет явью. Экипаж с позывным «Острей» отправится к звездам. Я думаю, что ощущение плавно приходит к нам. Чем ближе к старту, все сильнее мы начинаем это чувствовать. Командир корабля Антон Шкаплеров каждые 10 лет приобретает новую профессию. Раньше покорял высоты на истребителе, теперь готовится управлять космическим кораблем. В 30 пришел в отряд космонавтов. Сейчас ему почти 40. И впереди грандиозные планы. Космический корабль – это следующая ступень. Это другие скорости, другие высоты. Это продолжение, в данном случае, моей карьеры, как летчик. Их скафандры ждут своего часа. Впереди посадка в корабль и разлука с Землей. Всю циклограмму старта и полеты космонавты отработали до мелочей. Правда, в теории. Только Дэниел Бербанк летал на американских шаттлах. В космосе экипаж будет говорить по-русски. Российский космонавт Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Дэниел Бёрбанг уже сейчас общаются на одном языке. Дэниел учил русские слова в любое свободное время. Когда что-то не понимал, разъясняли все на русском. После завершения программы шаттлов без знаний великого и могучего никуда. Когда к Международной космической станции летают лишь российские корабли, космос говорит по-русски. На МКС они проведут 126 суток, чуть меньше предыдущих экспедиций, но работы будет не меньше. Останется время и для праздников. Новый год, дни рождения Анатолия и Антона и даже космический юбилей. За время их вахты станция совершит 75-тысячный виток вокруг Земли.